В Айхале произошел пожар. Двое пострадавших доставлены в больницу. До сих пор огнеборцы разбирают перекрытие и предотвращают повторное возгорание и тление. Где найдут свой кров, оставшиеся зимой на улице люди, узнал Валерий Усманов. Беда всегда приходит неожиданно. Жильцы малосемейного общежития на улице Гагарина не знали, что в ту ночь их дом вспыхнет ярким пламенем. Устраняли возгорание 23 спасателя и 3 пожарные автоцистерны. Айхальский ГОК предоставил посыпную технику и подъемный кран для тушения крыши. На ликвидацию основного очага возгорания ушло больше трех часов. Использовался гидрант, находящийся в 50 метрах от самого здания. Поэтому нам это очень помогло, так как было непрерывно подача воды на тушение. Благодаря этому очень много помогает сэкономить времени на воде, на всем полностью. Пожару присвоена третья степень сложности. Огнем повреждено 60 квадратных метров крыши. Сгорел один из подъездов жилого дома, другой пропитан гарью и дымом. Также известно, что этот пожар стал самым крупным Байкале в уходящем году. Его причину и степень ущерба еще предстоит выяснить. Администрация поселка делает все возможное, чтобы помочь погорельцам. Прорабатываем, какой у нас резервный фонд жилой есть, что мы можем предложить. Я думаю, в ближайшее время уже точечно будем работать с теми пострадавшими, которые есть. Кроме этого, надо сказать, что мы сейчас рассматриваем вариант из резервного фонда оказать материальную помощь всем, кто был зарегистрирован и проживал в этом доме. Пожар нанес урон не только зданию. Двух жителей пострадавшего дома доставили в Айхальскую городскую больницу. Все пациенты, которые поступили в хирургическое отделение, получают лечение согласно стандартам медицинской помощи. И на сегодняшний день, на 21 число, состояние пациента оценивается как средней степени тяжести. И лечение они у нас в данном периоде получают в полном объеме. До сих пор огнеборцы разбирают перекрытие и предотвращают повторное возгорание и тление. Спасатели заявляют, что деревянный дом после пожара может лечь до трех суток. Несколько дней назад в малосемейном общежитии по улице Гагарина звучал веселый смех, люди готовили ужин по вечерам. Ночной пожар в одночасье разделил жизнь людей на до и после. Данный случай напоминает нам о необходимости предельно осторожного обращения с электрическими и тепловыми приборами, а также с источниками открытого огня. Валерий Усманов, Александр Дамонтович, телеканал «Алмазный край».